Производство неснимаемой опалубки, кожгалантерей, изготовление профлиста и многое другое, как оказалось, заключенные Ивановских колоний мастера на все руки. Это исправительное учреждение строгого режима номер 4 в городе Кинишма. И здесь отбывают наказание самые злостные нарушители закона, рецидивисты по тяжким и особо тяжким статьям. 400 человек здесь трудятся на различных производствах и осваивают новые специальности. Существует ПТУ на базе нашей колонии номер 49. Сужденный по своему желанию пишет заявление. Обучается на швей-моторист 3 месяца, на столер-станочник 6 месяцев обучения. После обучения они проходят практику на производстве и после этого приступают к работе. ПТУ обучают четырем специальностям. Учат быть маляром-штукатуром, столером-растеневодом. Самый популярный среди спецконтингента курс – швейный, потому что работу найти для швей-мотористов не проблема. Заказов всегда много. Например, сейчас заключенные шьют спецодежду для уральского предприятия. Задания бывают различных уровней сложности. За день осужденный должен выполнить норму – сшить полтора костюма, состоящего из полукомбинезона, куртки и жилетки. В этом цеху спецконтингент изготавливает пуговицы. В помещении работают шесть человек. Каждый в день производит семь килограммов готовой продукции. Это около тысячи пуговиц. Используют их в основном для отделки спецодежды. Устанавливается здесь матрица. Размер пуговицы. Можно с двумя отверстиями, с тремя, с четырьмя. И нагревается аппарат, зажимается, выходит пуговицы. То есть сбрасываешь готовую продукцию, сваливаешь ведро, а оставляются вот такие отходы. То есть они не могут быть отходами, так как они обратно перерабатываются и получается занок. Таким образом появляется вот такая вот готовая продукция. Этим цехом особенно гордится руководство колонии. Здесь заключенные делают тротуарную отделочную плитки. Производство облицовочного камня из всех колоний региона отлажено только здесь. В силиконовые формы заливают специальный состав, затем обжигают его в печи. Эта профессия, надеются офицеры, пригодится заключенным и на свободе. 131 человек в колонии номер 4 занимается изготовлением мебели. В деревообрабатывающем цеху работа всегда кипит. Избука производят двери, кресла, диваны, столы и стулья. Рыночная экономика, рассказывают сотрудники УФСИН, диктует достаточно жесткие условия. Изготовленные товары должны быть качественными, иначе они не будут пользоваться спросом. Самое выгодное производство товара – это для внутрисистемных поставок. Но большая часть с нашего производства выпущенных товаров и услуг – это идет на внутренний рынок. Для коммерческих, для государственных структур. Мебельные продукции, швейные продукции – это идет полностью по всей России. Вода и мука – это все, что необходимо для производства макарон. ВК номер 4 полгода назад закупили все оборудование для этого производства. За шесть месяцев удалось выполнить контракт на 50 тонн макарон. Чтобы обеспечить все колонии и тюрьмы региона, необходимо произвести 90 тонн. В следующем году эта планка будет взята. Макаронных дел мастер Михаил живет в колонии-поселении. Здесь вместе с напарником трудится в сменах. День и ночь производят рожки – 400 килограммов в сутки. Михаил шутит – сделанные собственными руками макароны вкуснее покупных. Первичный процесс замест теста для изготовления макарон. После этого готовые формы отправляются в печки, где они сушатся. До доведения готовности. Браков не бывает, процессов уже настолько отработанных, что браков фактически не бывает. Было бы желание работать, рассказывают сотрудники УФСИН. А научить можно любого. Заключенные здесь могут освоить любую из предложенных профессий.